Коллеги, доброе утро. Рады вас приветствовать на очередном вебинаре от Trends English. Так, как у нас настроение у всех? Поставьте реакции на видео, если вы сегодня проснулись в хорошем настроении. Хорошем. Так, остальные, видимо, либо не проснулись, либо настроение не очень, с утра день не задался. Да, и в чате вижу, да, тоже сообщение. Так, здравствуйте еще раз. Меня зовут Елена Пересада, я руководитель Trends English, Trends English Games. И с нами еще второй ведущий, Наташа Иванова, руководитель CBD программ Trends English. Мы сегодня будем говорить с вами про обучение грамматики. И помимо токов от меня, на самом деле игры, и от Наташи, у нас сегодня еще будут участвовать выпускники наших курсов и активные участники различных наших программ, Татьяна Иванова и Виктория Захарова. Они тоже будут очень интересные схемы работы с грамматикой показывать. Не знаю, сейчас они здесь или нет. Если здесь, девочки, можно включить экраны. Ну, если нет, да, потом попозже. Тогда мы вас представим именно к вашему выступлению. Ну что, давайте сделаем традиционную разминку в стиле Trends English и повключаем, повыключаем экраны, чтобы поймать, кто сегодня пришел и что вы хотите. Итак, включите, пожалуйста, видео те, кто работает с подростковой аудиторией. Если не можете включить видео, можете просто какую-нибудь реакцию на видео поставить, ну, потому что вы, может быть, там где-то в дороге или фонд не позволяет включать сейчас видео. Да, да. Так-то утро не раннее, вроде уже 10 часов, проснуться-то уже должны были все. Да, хорошо. Мы видим людей, которые работают с подростковой аудиторией. Очень приятно видеть очень много знакомых лиц и имен. Вот, хорошо, спасибо. Ольга Царева, вы тоже работаете с подростками, вы же специалист крутой по малышам. Ну, мой малыш вырос, поэтому теперь с подростками. Вот, малыш. Да, смотрите, самая главная проблема, как правило, бывает, работал-работал с малышами, и все было хорошо, а потом вдруг неожиданно малыш вырос, и все, что раньше заходило, почему-то перестало работать. Вот. Почему это происходит? Ну, давайте я там в двух словах сейчас… Нет, мы сейчас закончим эту активность, потом как раз вот про это поговорю. Звук, у кого ничего не слышно, что можно сделать? Можно просто перезайти еще раз, и когда вы заходите в Zoom, вас там просят сделать там звук из компьютера. Либо посмотреть в левый нижний угол на микрофончик, нажать на стрелочку и посмотреть, откуда у вас идет поток звуковой. Может быть, вам нужно его в другой поток, там, в наушники или куда-то в динамике направить. Итак, включите, пожалуйста, видео те, у кого есть сложности в работе с подростками. Я оставляю свое видео тоже, это же всегда самый challenging group, да, на самом деле. Так, понятно. И давайте, включайте видео. И последний вопрос. Включите, пожалуйста, видео те, кто считает, что блог, ну, в общем, занятие грамматикой – это самый скучный вид работы на уроке. Да, есть люди, которые так считают, не все. Я тоже выключила свое видео в этот момент, потому что для меня райтинг самый вообще убийственный, да, но грамматика на втором месте будет после райтинга. Но опять же, грамматика, может быть, почему я ее не считаю такой скучной, потому что у нас сейчас очень много всяких фреймверков, с помощью которых можно работать и сделать это занятие интересным, и кое-чем мы сегодня с вами поделимся. Итак, буквально пять минут. Вот почему те задания, которые у вас хорошо заходили с малышковой аудиторией, или даже с начальной школой, пока вы работали со вторым, с третьим классом, почему вот в конце третьего класса, в четвертом классе, а потом уже дальше в подростковом возрасте эти задания не работают. Все игры, которые мы играли с маленькими, они были без стратегии, без цели. Это было просто, ну, что-то интересное, захватывающее, какой-то другой вид деятельности, который воодушевлял детей, ну, потому что просто была какая-то движуха. А как только вы переходите к более взрослой аудитории, то есть вы начинаете учить тех, кому за 10, это студенты, которые постоянно задаются вопросом, а зачем? Ну, просто у них уже так начинает работать мозг, что им нужно понимать то, что я делаю, зачем я это делаю. И если они не могут ответить на вопрос зачем, вот зачем мне сейчас делать пять упражнений по грамматике на Present Perfect? Цель, чтобы освоить Present Perfect для меня в 12, 13, 14, 15 лет она совершенно неактуальна. У меня совершенно другие цели по жизни, и Present Perfect по приоритету будет стоять где-нибудь на 1021 месте. Вот. И наша задача как преподавателя – дать вот эту мотивацию, дать эту цель, зачем мне делать это упражнение здесь и сейчас. И, как правило, это очень хорошо можно сделать через различные игровые цели. Ну, потому что играть мы все любим, и нам становится понятно, я хочу здесь выиграть, я хочу не подвести свою команду. Либо какая-то другая еще может включиться мотивация, но обязательно нужно найти вот эту ту мотивацию, которая позволит нам выполнять то или иное упражнение с интересом. Мы, как преподаватели, понимаем, что для того, чтобы вывести какой-то грамматический паттерн на автомат, нам нужно, чтобы студент повторил это, ну, там, 150 раз устно, да, очень много упражнений на раскрытии скобочек сделал, на гэпфил на какое-то сделал упражнение. Но, как правило, эти задания достаточно скучны. Они не любят выполнять дома, они любят выполнять в классе. Взрослые, кстати, к этим упражнениям относятся достаточно, ну, совсем взрослые, более позитивно, потому что взрослый человек, он уже понимает, ну, с точки зрения вообще пользы, зачем ему это надо, а, во-вторых, для взрослого это тот вид деятельности, к которому он привык, когда он был ребенком и учился в школе. Ну, ничего, как это слаще парень на репу не ел, и так все было хорошо. Ну, я учился так, буду дальше учиться. Когда мы сейчас занимаемся с подростковой аудиторией, это дети, которые с года держат в руках планшеты, играют в компьютерные игры различные, в мобильные игры, и они четко очень понимают, что интересно, а что неинтересно. И мы с вами должны понимать, что мы всегда боремся не со скучным учебником, а мы боремся вот со всем вот тем вот окружением и отвлечением, со всем тем интересным, что происходит вокруг в мире. Ну, и поэтому нам нужно сделать наши задания максимально вовлекающими. Вот, ну что, мы переходим сейчас к нашему первому выступлению. Представляю еще раз Наталья Иванова, руководитель CPD-программ Trending English и большой специалист по работе с подростками. Если вы подписаны Наташу ВКонтакте, то вы, наверное, читали очень-очень много постов полезных по тому, как и что можно сделать в каком случае, когда вы работаете с подростковой аудиторией, и работаете с группами. Вот, Наташ, передаю слово. Сейчас я еще поделюсь экраном. Да, спасибо большое. Спасибо за представление. Сейчас я поделюсь экраном, чтобы всем было видно. Видно ли презентацию, скажите мне, пожалуйста. Да, все видно, все хорошо. И, ну, я надеюсь, что меня слышно. Да, я хотела сегодня поделиться своим видением о том, как работать с обычными языковыми упражнениями на грамматику, которые встречаются в наших учебниках в очень большом количестве. И, по моему опыту, ну, не очень большой энтузиазм вызывает у наших учеников. Ну, начну чуть-чуть издалека свой рассказ. Здесь на фотографии я, когда училась в школе, и нужно сказать, что английский был со школьной скамьи моим самым любимым предметом. И как только начинались у нас занятия, связанные с изучением грамматики, или мы открывали учебник, да, и видели в нем грамматические упражнения, мой энтузиазм стремился к нулю. Я отвлекалась на занятиях и вообще ничего не хотела делать. Если у вас было так же, когда вы изучали английский, поставьте, пожалуйста, единичку. Мне просто интересно посмотреть, одна я такая, либо есть еще такие люди. Вот, и на самом деле я тоже позадавала вопросы своим коллегам на своей страничке в социальных сетях. И 50% коллег, которые поучаствовали в моем опросе, отметили, что меньше всего энтузиазма у их учеников вызывают грамматические упражнения. Порядка 50% опрошенных так считают. Поэтому действительно это так, да, грамматика бывает скучна для наших с вами студентов. Ну, на самом деле скука и те процессы, которые происходят у нас в головном мозге, когда мы скучаем, они очень опасны для организма. Ученые выяснили, когда человек находится в состоянии скуки, то в большом количестве вырабатывается гормон, который называется кортизол. Ну, и если вы разбираетесь в гормонах, то это гормон стресса. И когда стресс накапливается в организме, это не очень хорошо для здоровья. Поэтому не хотелось бы, чтобы наши уроки вводили наших учащихся в стресс, и у них еще были какие-то проблемы в дальнейшем со здоровьем. Поэтому предлагаю с этим бороться. Но прежде чем бороться со скукой, нужно, наверное, понимать, каковы причины и из-за чего может возникать скука. Могли бы вы написать сейчас в чат свои варианты, как вам кажется, из-за чего нам скучно, на уроках ли, либо в обычной жизни. А потом я поселюсь с вами списком, который был составлен известными психологами. Чуть-чуть подожду ваших идей. Сложно, однообразно, нет цели, монотонные задания, сложно, непонятно, легко, рутина. Отлично, да, в правильном направлении вы абсолютно думаете. И на самом деле основные причины скуки сейчас перед вами на экране. И на первом месте это стоит отсутствие смыслов. Когда мы не понимаем, зачем мы что-то делаем, нам непонятно какая-то конечная цель, и насколько это важно для меня, это нас погружает в состояние скуки. Так же, как и невозможность контролировать происходящее. Представьте себя, вы находитесь в аэропорту или на вокзале, ваш рейс задерживается, и вы не можете контролировать ситуацию. И, как правило, в такой ситуации вы не знаете, куда себя деть, и не знаете, чем заняться. И вот ваш мозг, собственно говоря, отключается в какой-то момент, и вы погружаетесь в состояние скуки. Также монотонная работа, которую вы упомянули. Иногда причиной скуки является недостаток общения, когда вы очень долго находитесь в одиночестве, вы тоже можете от этого заскучать. Ну и, конечно же, усталость тоже может стать причиной скуки. Ну и если внимательно посмотреть на вот эти причины, то, собственно говоря, понятно, почему грамматика не вызывает такого бурного восторга у учеников, как другие виды речевой деятельности, потому что они действительно не видят в чем-то смысла, зачем делать эти бесконечные упражнения, для чего, Кристина? Ну вам повезло, если у вас студенты требуют грамматики, мне такие не попадались. Кроме того, они не могут контролировать происходящее, они не знают, как с этим быть. И, в общем, давайте сейчас подумаем с вами, как же побороть эту скуку. Ну, самое важное и самое действенное, что выводит из этого состояние нас, вас, ваших студентов, это если мы добавляем смысла в наши с вами задания, ну и можно еще все это разбавить парной и групповой работой, и, собственно говоря, тогда студенты с большим энтузиазмом включаются в работу, да, и в том числе выполняют большое количество грамматических заданий. Минутка рекламы. В курсе про интерактивность, чин-код к подростку, участники курса будут изучать две очень классные механики, одна из них называется пещера, такое у него кодовое название, другая называется фабрика. И, собственно говоря, вот эти механики позволяют хорошо работать с большим количеством упражнений, таких монотонных, раскрыть скобочки, вставить слова и так далее. Но об этом подробно будет речь идти на курсе, это такой небольшой спойлер, да, а я вам хочу рассказать несколько других техник, которые тоже очень универсальные, и вы можете их использовать для разного вида заданий. Возможно, какие-то вам знакомы, вот, вы можете там сразу ставить плюсик или писать о том, что, ой, я тоже так делаю. Одно из самых любимых моих заданий – это grammar casino. То есть что мы делаем? Мы добавляем некий смысл в выполнении грамматических заданий. В данном случае смысл не растерять деньги, которые у тебя есть, или даже заработать еще больше, чем у тебя было. Собственно говоря, это такая немного опасная, азартная игра, в которую дети включаются с большим удовольствием. Вот, я специально на экран сделала скрины разных видов упражнений на грамматику. Это упражнение я взяла из учебника Getway издательства Macmillan, по которому я работаю со своими учениками, поэтому сегодня оттуда буду использовать упражнения. То есть под механику grammar casino подходят любые упражнения любого типа. Исправить ли ошибки, составить ли предложение, вставить ли пропущенные слова – неважно. Что мы делаем? Ученики могут у вас работать как индивидуально, так вы можете их поделить в пары или группы. И их задача – выполнить задания грамматические, которые вы предполагаете, которые им нужно выполнить. После того, как студенты выполняют задания, они для каждого предложения назначают свою ставку. То есть они делают ставку. Если студент уверен, что предложение точно, он правильно это выполнил, соответственно, он может поставить туда больше денег. А я забыла сказать, что вы ограничиваете, и говорите, что у вас там есть, например, 100 фунтов или 100 долларов или 1000 рублей. Не знаю, неважно, каких-нибудь кристаллов, diamonds, чего угодно. И, соответственно, студенты начинают делать ставки. Как правило, на те предложения, которые уверены, они ставят более высокие ставки. На те предложения, в которых они менее уверены, они ставят меньшие ставки. И после этого мы начинаем проверять. Проверка может быть, когда учитель вместе со студентами проверяет. Может быть, peer correction, когда вы меняете работу студентов между ними и, соответственно, не проверяют друг друга. Если выполнено правильно, это плюс деньги, которые они заработали. Если сделано неправильное предложение, то эта ставка сгорает. И по факту, по итогам выполненного задания, студенты подсчитывают, сколько им удалось заработать денег или сохранить сумму, или что-то они потеряли. Обычно получается очень захватывающе, так как, еще раз повторюсь, здесь есть смысл. И если это задание делается в мини-группах или в парах, то здесь есть еще общение, то есть они обсуждают. Иногда, так как мы работаем с разноуровневыми группами, я делаю следующее. Я объединяю студентов в группы, чтобы в каждой группе были студенты разного уровня, более сильные, средние, более слабые. Каждый из них получает задание своего уровня сложности. Более простое задание более слабому студенту, более сложное задание более сильному студенту. Каждый выполняет свое задание, затем они друг с другом проверяют это все, делают свои ставки, и потом мы играем в Грэм и Казино. Это тоже очень хорошо работает в качестве работы и с разноуровневой группой в том числе. Следующий формат заданий, который тоже помогает снять вот эту рутину, добавить некой такой интриги, соревновательности. Если в Грэм и Казино деньги, доллары у них там в глазах, им хочется их заработать, то здесь нашим таким триггером, то, что запускает нашу активность, является время. Вы засекаете время, за которое студенты должны выполнить упражнения. И тот студент, который выполнит за указанное время правильно все задания, он как бы доберется до вершины горы, он становится Кинос и Маутин, царем горы, который побеждает в этой игре. Но мы можем с вами на самом деле попробовать сейчас выполнить это задание. Как правило, изначально время дается очень и очень мало, для того, чтобы вот этот вот азарт как-то подстегнуть, и чтобы им хотелось участвовать в этом. То есть вы даете не пять минут, понятно, что пять минут все справятся с этим заданием, а, например, там 30 секунд. Давайте попробуем с вами сейчас за секунд 30 секунд. Вы только сейчас в чат ответы свои не отправляйте. Вы можете писать, но не отправлять пока. То есть ваша задача за 30 секунд попробовать… А, тут даже вы же преподаватели у меня английского, как я же забыла. Что же я вам 30 секунд? Давайте за 15 секунд слабо выполнить. Давайте попробуем, кто решит за 15 секунд это задание. Пока в чат ничего не отправляем, просто набирайте ответы с шестого по первое и посмотрим, кто будет первый. Итак, время пошло 15 секунд. Через 15 секунд вы отправите свои ответы в чат. Мы посмотрим, кто будет первым. Три, два, один. Стоп. Ага, давайте посмотрим. София Белоусова у нас отправила первой. Соответственно, мы можем проверить. Ну, преподаватель, естественно, на уроке проверяет, насколько все это правильно выполнено. Вместе с другими учениками они ставят там плюсики, галочки, либо обводят. Как правило, мы начинаем с нижнего предложения, идем снизу вверх. Вот. И проверяем, да, первое предложение, номер 6. Кто выполнил правильно, обводим в кружочки. Пятое. Кто выполнил правильно, обводим в кружочки. И так далее, и так далее. И смотрим, кто выполнил все до самого конца. Да, тот является царем горы. Тоже обычно за счет того, что здесь подключается время, достаточно активно студенты включаются в выполнение этого задания. Пойдемте дальше. Если вы работаете онлайн, то вам однозначно пригодятся всякие разные квесты. Я не знаю, как ваши студенты, мои студенты, подростки, даже взрослые ученики с удовольствием во время урока решают квесты. Есть прекрасный ресурс learnis.ru. Сейчас они немножко по-другому называются, но их можно найти и по этому названию. И вот на этом ресурсе можно создавать прекрасные простые квесты для ваших учеников. Я сюда закладываю серию грамматических упражнений, с которыми ученики должны справиться. И суть такая. Мы находимся с вами в закрытой комнате. Чтобы выйти из этой комнаты, нам нужно знать ключ, кодовый набор букв или слов, цифр, извините, смотря что вы туда закладываете. И, соответственно, чтобы найти этот шифр, нам нужно выполнять определенные задания. Давайте я вам сейчас покажу, как это работает. И я даже с вами в конце выступления поделюсь ссылкой. Если вы захотите использовать это задание со своими учениками, вы это можете сделать. Видите ли вы сейчас эту комнату? Давайте мы предположим, где мы можем найти подсказки. Можно включить микрофон и голосом сказать, как вы думаете, куда я должна сейчас нажать. В шкафу. В шкафу. Ну, в шкафу у нас есть, смотрите, какая-то тряпочка, возможно, она нам пригодится, и magnifying glass. Есть еще какие-то идеи, куда еще можно посмотреть. Подсказки мы не нашли. Не услышала? Помогайте. Картина наверху. Картина наверху. Смотрите, она в паутине. Давайте попробуем нажать. За паутиной что-то есть. Как вы думаете, как мы можем убрать паутину? Посмотрите внимательно. Есть нам что-то, что здесь может помочь? Тряпочка же у нас есть. Тряпочка для паутины? Ну, вытереть паутину. Ну, давайте попробуем. Нет, не вытирает. Может быть, что-то здесь еще есть в комнате? Что может нам помочь? В цветком стоит метелка. Метелка за цветком. Отлично. Берем метелку. Давайте попробуем убрать. И здесь у нас есть два задания. Я вам просто их покажу. То есть одно из заданий здесь, это все задания на отработку present simple. Здесь нам нужно будет вставить предлоги. Следующее задание, которое выполняют студенты, нужно решить, какие предложения верные, неверные. Где еще есть подсказки? Как вы думаете? Давайте посмотрим еще предметы. Мы нашли две на картине. Есть ли еще у вас какие-то? За шторкой. За шторкой. За шторкой у нас есть окно, но оно запотело. Мы его можем как-то с вами протереть? Тряпочкой. Тряпочкой. Отлично. У нас есть тряпочка. Мы протираем окошко. И здесь у нас некий шифр. Как вы думаете, что это такое? Что это может быть? Возможно, это код, да, кодового замка, который из чего-то складывается. Пока мы не можем, да, со студентами его найти. Давайте посмотрим, где еще есть какие-то подсказки у нас. Извините, пожалуйста, можно сразу спросить? Ну, по-английски же все эти вопросы мы говорим? Да, конечно, по-английски, да, 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 по-английски. Да, нет, хорошо, да, по-английски, правильное замечание. Смотрите, здесь есть еще на самом деле матрешка, в которой можно… То есть здесь у нас есть еще одно задание, где нам нужно подставить, да, где don't, где doesn't, ну и так далее. И в итоге студенты должны догадаться, что вот сюда нужно подставить количество ответов правильных, да, которые были в заданиях, и они открывают кодовый замок. Вы со своими студентами, если захотите, можете это задание проиграть. Чуть позже я скину его в чат. Да, то есть смысл в том, что вот этот сам квест и то, что нужно искать по сказке, выполнять задания, использовать ответы для того, чтобы выйти из комнаты, оно дает смысл вашим ученикам. Они понимают, для чего это все происходит, и вот опосредованно с этим вы еще и отрабатываете какие-то грамматические вещи, а попросту выполняете обычные задания из вашего учебника. Если вы не работаете онлайн, если вы работаете очно в классе, то вы можете примерно то же самое сделать в своем классе, да, спрятав подсказки в аудитории, в которой вы занимаетесь. И еще одно задание, которое тоже очень нравится студентам, сюда помимо какого-то группового взаимодействия, смысла, цели, в это задание мы добавляем еще движений. То есть мы даем возможность студенту немножечко подвигаться, иногда это бывает важно, да, потому что ученики засиделись, от этого тоже они могут заскучать, так как кровь перестала в мозг поступать, и мозг начинает от усталости, да, у нас отключаться. Задание называется Maze, но здесь нужна вам будет небольшая подготовка. Если задание Грэма Казино или Царь горы, да, Кинус и Маунтинг, вы просто открываете учебник, выполняете задание, то здесь вам нужно предложение из упражнения, которое вы хотите проработать со студентами, написать на карточках. И вот эти карточки, вы их сейчас видите, да, в раскладке 3 на 3, вы выкладываете на полу в классе вот таким квадратиком 3 на 3. Если, как я говорю преподавателям обычно, да, если вы не любите работать на полу и раскладывать карточки на полу или на ковре, то это можно сделать на столе, но тогда нужна будет какая-то фигурка, которая будет вместо студентов передвигаться. Итак, вот это поле 3 на 3 – это лабиринт, да, это лабиринт, из которого вам нужно найти выход, да. Вход в лабиринте может быть в любом месте, можно заходить с любой стороны, но передвигаться можно, либо делая шаг вперед, либо делая шаг влево, либо делая шаг вправо. По диагонали ходить нельзя, и перескакивать тоже никак нельзя. И как это все происходит? Я сейчас вот так вот уменьшу экран, чтобы вместо студента у нас будет такая лего-фигурка, которую я буду передвигать. Чтобы сделать ход, да, студент решает, ну, например, он почему, ну, студент подумал, что вход в лабиринт находится вот здесь. Соответственно, ему нужно правильно сказать предложение, написанное на этой карточке, да. И студент говорит, whose trainers are they, а, видимо, что-то тут пропустило в предложении, да, are they hers? Вот, если студент сделал правильное предложение, но здесь не вход в лабиринт, который вы задумали, то вы ему так честно и говорите. The sentence is correct, but the way is wrong, да, то есть направление неверное, но предложение правильное. И тогда ход переходит к следующему студенту. Скажите, пожалуйста, есть ли желающий среди вас сейчас побыть в роли студента и попытаться угадать, где же у нас вход в этот лабиринт? У учителя, естественно, маршрут уже прописан, да, как студенты должны пройти. Можно голосом сказать, да, назвать предложение. Можно здесь войти, здесь, 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 здесь. Есть идеи? Are they your pants? Are they your pants? Okay. The sentence is correct, but the way is wrong. То есть это не вход в лабиринт. Давайте ещё попробуем. Where are my books? Where are my books? Okay, the sentence is correct and the way is right. Да, вы угадали и путь, и предложение, поэтому вы продолжаете, и как вы думаете, куда нам следует пойти дальше. То есть, повторюсь, вы можете пойти либо вперёд, либо налево, получается, в вашем случае. I think the letter is theirs. Yes, you are right. И вы продолжаете. Да, вы продолжаете, у вас есть опять выбор. These books are not yours. These books are not yours. Of course. The sentence is correct, but the way is wrong. But the way is wrong. Да? И тогда в ход вступает следующий ученик, и он должен начать, собственно говоря, прошу прощения, он должен начать сначала. Да? То есть он начинает, да? Поэтому дети слушают внимательно друг друга. Он начинает опять произносить предложение и дальше делает свой выбор, и в итоге студенты находят выход из этого лабиринта. Наталья, извините, а если неправильные они составляют? Если они неправильные, то вы говорите, предложение неверно, но путь верный, и ход переходит к другому ученику. Другой ученик, зная путь, называет предложение, здесь он уже делает правильный выбор, да, и, соответственно, ищет продолжение пути дальше. Ну, как правило, это задание очень интересно проходит, потому что они слушают внимательно, они ищут вот этот путь, у них появляется цель, и они много-много раз переговаривают одни и те же предложения. Вот, собственно говоря, вот эти несколько техник, с которыми я хотела вас сегодня познакомить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Давайте включим камеры и поаплодируем Наталье такими тихими аплодисментами. Спасибо большое. Надеюсь, что вам... Да, кто-то даже громкий, мне тоже хорошо. Спасибо большое. Вот. Конечно, на нашем курсе, который у нас стартует уже в понедельник, это второй блок нашего чит-кода к подросткам, и следующие три недели мы будем говорить про то, как превращать различные лексические и грамматические... Сегодня мы говорим только про грамматику, на курсе мы будем разбирать упражнения на лексику и на грамматику, как можно сделать интерактивными. Наталья рассказала сегодня про некоторые фишки и упоминала у нас там механику пещер, механику фабрик. У нас есть еще механика треугольников, она сейчас тоже уже входит в курс, который вот Таня Афонова придумала. Она сегодня попозже расскажет только не про треугольники, а про другую еще механику, которая новая у нее родилась для грамматики. Это вот прям свеже-свежеиспеченная, да. Вот, мы ее в лаборатории только-только еще тестим. Вот, так что приходите на курс, эти три недели будут очень полезными и продуктивными, то есть вы никогда потом уже по-старому с грамматикой работать не будете и с лексикой. Ссылочку и промокод, всем участникам мы дарим промокод, да, я сейчас отправляю в чат. Вот, ну смотрите, сейчас я хотела тоже немножко с вами поиграть и рассказать еще про одну технику, которую я очень-очень люблю использовать при обучении грамматике. То есть мы же на грамматике на самом деле не только скобки, когда мы занимаемся грамматикой, мы же не только скобки раскрываем, да, и вставлялки различные делаем. Хотя это такой достаточно большой блок, но у нас мы часто это все и в речь выводим, да, и очень часто в учебниках есть такое упражнение, как ask your partner questions. Вот, да, у нас есть какая-то лексика грамматика в Unity, и, ну, там для дрила грамматического какого-то вопроса, там, допустим, в present simple, do you get up early, do you go to school at 7 o'clock, нам нужно, соответственно, тоже, чтобы студенты задавали вопросы. Если вам 13-14 лет, и вам говорят, задай вопрос вот моему, своему соседу по парте, это достаточно такое кринжовое задание на самом деле, да, потому что, ну, зачем я буду какие-то непонятные вопросы ему задавать, но если уж я и заинтересуюсь этим человеком, который сидит рядом со мной, то я, ну, с большим удовольствием у него поспрашиваю что-то другое, но никак не его распорядок дня, да, вот вы представьте, кому из 12-13-летних интересен распорядок дня своего соседа, вот. Поэтому вот когда нужно задавать вопросы, я очень люблю играть в игру, да, задать эти вопросы, это суперскучно. И вот я очень не люблю, знаете, вот в любом учебнике вот этих секций «Find someone who». Ну, я просто сразу представляю, вот как на детей я это переношу, на подростков, ну, вот это вот совершенно то задание, которое не идет. Вот, поэтому я очень люблю игру, которую мы очень часто играем с коллегами, ну, на всяких наших игропрактиках и так далее, это «Шпион». Ну, и различные вариации «Шпиона». Давайте я сейчас поделюсь экраном, чтобы вы просто посмотрели на правила игры, если кто-то не знаком. И мы сейчас с вами в нее, собственно, поиграем, чтобы, ну, как, про игры нужно не говорить, в игры нужно играть. Мы сейчас попробуем поиграть, чтобы вы поняли, как она работает. Итак, так как мы с вами играем в онлайне, мы решаем, кто будет ведущей. Ну, первый раз ведущей буду я, и мне нужно будет шесть волонтеров. Пока напишите «я волонтер» в чат с первыми шести человеками, я буду играть. «Я волонтер», напишите в чат сейчас эту фразу, кто хочет сейчас прямо поиграть. Дальше я загадаю какое-то слово, и я вышлю пяти из пяти волонтеров это слово в личных сообщениях. Шестому человеку в личном сообщении я напишу слово «спай». То есть шестой человек будет не знать, что за слово загадано. И далее мы по очереди начнем задавать вопросы любому человеку в нашей игровой партии, а те люди должны, собственно говоря, будут отвечать на этот вопрос. Помните, задача всех, кто знает, что это за слово, не выдать это, сделать так, что такие вопросы задавать, и такие, давать ответы, чтобы тот, кто в теме, понял, о чем идет речь, тот, кто не в теме, не понял. Ну, а задача того человека, у которого будет написано на карточке «шпион», отвечать на любой вопрос так, чтобы никто не понял, что он не знает, о чем идет речь. Ну, то есть тут нужно очень-очень по тонкой такой грани идти. У меня дети обожают эту активность, и очень хорошо на уроках, то есть очень многие вещи можно задрелить. Сегодня с вами мы будем дрилить конструкцию «there is, there are», вопросительную «is there are there», соответственно, слова «any some», ну, как всегда, да, «there is, there are», и тема у нас будет «places in the city». Ну, вот такая тема, да, с которой мы сейчас будем работать. Итак, я вижу, что есть уже у меня волонтеры, волонтеры сейчас, считаю, сколько у вас, раз, два, три, четыре, пять. Ага, как раз вот шесть волонтеров у меня есть. Итак, девушки, вы тогда включите видео, да, нам будет так удобнее, если те, кто играет, если у вас еще будет видео включено. И я начинаю просто рассылать слова вам. Пожалуйста, не озвучивайте никак сейчас громко, что это. Ну, если не можете включить видео, да, тогда вам нужно будет включить микрофон, да, чтобы мы вас слышали. Не озвучивайте, пожалуйста, слово, какое к вам пришло, но просто сейчас я, когда слова дорассылаю, мне нужно убедиться, что все шесть человек какое-то слово получили. Сейчас я заканчиваю рассылку слов. Так, скажите, пожалуйста, те шесть человек, которые вызвались, вы все получили слово в личку? Да? Включайте микрофон, и нам все равно нужно будет сейчас говорить. Все, все получили. Хорошо, тогда будем задавать вопросы в следующем порядке. Сначала Жанна любому человеку задают. Вы видите, да, фамилии людей, которые у нас играют. Вот у нее и видео включили. Это у нас Жанна, Вика Захарова, Татьяна Лаврова, Мария Кокшарова. У Марии не включено видео, но она с нами, да. Лидия и Кристина. Вот. То есть вы этим людям можете, называя по имени, задавать вопрос. Вопрос должен начинаться is there a или are there any? Ну, и про какие-то предметы соответственно нужно. Человек, который услышал этот вопрос, должен ответ дать. Ну что, пойдем в следующем порядке. Сначала Жанна задает, потом Вика, потом Татьяна, потом Мария, Лидия, Кристина. И через раунд посмотрим, вычислили ли мы шпиона или нет. Итак, Жанна, начинайте. Виктория Захарова, are there any people? Yes, there are. Mm-hmm. In this place. Mm-hmm. There are some. Mm-hmm. So, Вика, your question to anyone? Lady, are there any cameras in this place? Yes, there are. Mm-hmm. Mm-hmm. So, the next person is Татьяна. You ask anyone? Mm-hmm. Okay. Жанна, are there any clothes? Maybe. Mm-hmm. Okay. Thank you. Марина. Марина, your question. Извините, я вас Мари, по-моему, первый раз назвала, да? Марина. Mm-hmm. Так, а у нас Марина вообще нету, да? И ни звука, и ни... Ну, давайте тогда, Лидия. Mm-hmm. To whom? To anyone in your game party. Victoria. Кого вы подозреваете, что он шпион? Вы еще бить в него. Okay. Okay, Лидия, are there any vegetables? No, there aren't. Ага. Ну что, у нас прошел один раунд. Как вы думаете, вы... Ну, как, у вас есть уже подозрения, кто шпион? Или второй раунд. Татьяна Лаврова is a spy. Okay. Жан, why do you think so? Because she answered... Ой, she asked a question not concerning our world. Ага. So, you are very straightforward. Okay. So, you suspect Татьяна. Okay. I see. Do you want to go for the second round? Mm-hmm. Are you sure that Татьяна is a spy? Don't kill the innocent. Okay. Who votes for the second round? Raise your hands. Okay. Okay. Let's go for the second round. Okay. So, Жанна, one more question. Okay. Kristина. Are there any computers? Yes, there are. Mm-hmm. Okay. Okay. So, Tатьяна, is there a swimming pool in this place? No, there isn't. Mm-hmm. Uh, Tатьяна? Жанна, is there any animal in this place? No, there aren't. Mm-hmm. So, there aren't any animals? Mm-hmm. So, who is next? Who after? Lidia. Mm-hmm. Tатьяна, are there any wealthy people in this place? Wealthy people? No, there aren't. Mm-hmm. And Kristina, your question. Okay. Tатьяна, is there an ATM? ATM? Or cash machine? Mm-hmm. I think there is. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. The second round is over. Okay. Who do... Do you have a new suspect? Or do you still suspect? I'm sure Tатьяна is a spy. Tатьяна. Mm-hmm. Because there are a lot of people. Mm-hmm. Yes, you're absolutely right. Tатьяна is a spy, yeah, Tатьяна? Yeah. Mm-hmm. Tатьяна, did you guess the place? Did you guess the name of the place? Yes. Нет? Не догадались? No. Вот смотрите, да, игра такая, если вы будете очень открыто играть, вы мирные жители, да, не шпионы, то шпион может догадаться, что это за место, и тогда вы его никогда уже не раскусите, да? Ну, потому что он поймет, что это за место, и будет вам подыгрывать. Ну, вы, видимо, достаточно хорошо сыграли, а вы шпиона вычислили. Вы большие молодцы, вам аплодисменты. Хорошие вопросы задавали, и Татьяна даже не поняла, что это за место. Банк. Банк, это был, it was a bank. Банк. Немножко сложно, немножко сложно с именами, я немножко путалась, кто говорит, когда, так если чуть-чуть отвлекаешься, так отключаешься. Ну, это потому что мы здесь, ну, у нас много людей плохо видно, да. Когда вы с группой работаете, вживую вообще удобно, с группой вы тоже всех видите, все удобно, да, здесь я поэтому просила включить камеры, ну, чтобы было полегче. Ну, смотрите, чтобы сейчас прочувствовать получше, мы пойдем в breakout rooms поиграем, у вас там будет меньше людей, ну, и вы будете, ну, на меньшее количество людей поиграете. Механику универсальна, дриллить можно все, что угодно. Я помню, мы как-то на игропрактике вообще second conditional дриллили. What would you do if? Вот, ну, когда играли с шпионом. То есть любую грамматику. И это обычный грамматический дрилл. Вот прям вообще обычный, потому что вы однотипные вопросы задаете. Понятно, если вы играете с высоким уровнем, вы можете там отходить от дрилла. Чем ниже уровень, тем больше дрилла получается, потому что у студентов просто нет языкового материала достаточного. Что мы сейчас делаем? Я вас сейчас разделю на breakout rooms по 10 человек. Ну, потому что кто-то вдруг не активен будет, да, чтобы у вас хотя бы там, ну, 5 участников было. Ну, минимум в эту игру можно играть с тремя. Ну, у меня есть группа, где 3 человека, и мы играем. В принципе, тоже интересно. Вот, ну, меньше трех, конечно, уже не сыграешь. Вот. Когда вы перейдете в breakout room, вам нужно выбрать одного ведущего. Этот ведущий играть не будет, он будет мою роль выполнять. Этот человек всем в личные сообщения вышлет слово, и одному из людей, он должен не ошибиться, вышлет слово SPY. Вот. И потом мы начинаем играть. А играть в эту игру, занятие один на один, я думаю, что нет, что она все-таки, Кать, под групповую построена. Давайте подумаем где-то на игропрактиках или в лабораториях, но мне кажется, что… Ну, то есть это совсем какая-то другая должна быть игра. Ну, прямо в такой механике, one-to-one, я прямо ее не вижу. Даже если у вас пара, вы с парой работаете, вы уже не сможете поиграть. Вот. Единственное, когда вы парой работаете, если вы играете, и вы в офлайне, вы третий человек тогда. Потому что вы тогда на бумажках просто пишете слова, сворачиваете бумажки, и все рандомно эти бумажки вытащили, и никто… А, ну вы слова написали уже… Ну, в общем, нет, не получится. Вот. Тема, которую я вам предлагаю поиграть в breakout rooms, это лексическая тема jobs, а грамматическая – have to, глагол have to, да, для выражения obligation. Do you have to? Do you have to get up early? Do you have to wear a uniform? Do you have to work with people? Do you have to? И так далее. Подумайте, какую вы профессию загадаете, и давайте остальные поотгадывают. Итак, я вас сейчас делю на breakout rooms. Вы туда переходите, у вас там будет 10 минут. Нет. Ну что, коллеги, у нас время закончилось, мы все вернулись. Все у себя нашли шпионов? Да? Нет, не все. Не успели. Но вам придется сейчас контактами обменяться, или там в нашем чате, в телеграме продолжить игру. Ну или уже, если нет терпения, просто напишите там, что же было за слово и кто был шпионом. Ну, друг другу в личных сообщениях в чате. Если что, так, я хотела просто ссылочку на чат, да, где там все сейчас. Тусят вам прислать. Так, ну что ж, еще раз, механику универсальна, отработать можно любую лексику, любую грамматику, детям очень нравится. На курсе мы будем смотреть еще несколько тоже таких, знаете, low prep механик, где вот ничего не надо вам, как учителю, готовить, просто знать механику в голове и что-то там просто разослать какие-то слова людям, и уже можно будет поиграть. А сейчас я передаю слово Татьяне Фоновой. Я вижу уже, что Таня у нас включила камеру, значит, она готова поделиться, как это, совершенно новой механикой с пылу с жару, да, который только что испекли. Итак, представляю Таню официально. Татьяна Фонова, игропедагог, участник лаборатории игр Trendy English, актор и модификатор игровой механики под кодовым названием «Треугольники», которая становится сейчас все более и более популярна, да, в нашем Мелокси-сообществе. Ну что, давайте смайлами в чате поприветствуем Татьяну перед ее выступлением. Татьяна Фонова, игропедагог. появятся опять картинки. Это локальный такой глюк был. Хорошие новости. Вот, так что, да, мы, ну, вот эта механика, как Лена сказала, испеченные, свежеиспеченные пирожки, рецепт которых, возможно, еще требует какой-то корректировки. За 15 минут постараюсь вам рассказать об этой интересной механике под кодовым названием «Гексагон», как любитель такой геометрии, или, как мы их еще называем, «Бешеные шашки». Значит, разделю свой рассказ на три части. Первое – это будет как бы сухая механика, просто чтобы поняли, что мы делаем. Второе – что мы можем сделать уже в качестве дрилла на примере конструкции «There is there are», да, чтобы не описывать картинки, которые и так все видят, что на них находится. И третье – какие варианты еще можно с этой механикой предложить или докрутить, или самим сделать. Итак, посмотрим на данный фрейм. Вот такой цветочек, кучка восьмиугольников здесь представлена, и кучка яблок зеленого цвета, кучка груш желтого цвета. Сухая механика такова, что каждый ход состоит из двух фаз. Для начала каждый игрок встает на одну из ячеек. Например, зеленый встает на одну ячейку, желтый встает на эту ячейку по два. Ход состоит из двух фаз. Первая фаза – это расширение. То есть вы продвигаете свое яблоко, раскидывая скопление этих яблок на две ячейки и больше. То есть ваша задача вообще, в принципе, игры – занять как можно больше этих ячеек. На каждой из этих ячеек должно стоять ваше яблоко или ваша груша. Это ваша цель – захватить как можно больше, оставив на них свое. Итак, первая фаза – вы раскидываете это скопление яблок на две, стремясь занять как можно больше количества клеток. А вторая фаза зависит от того, сколько клеток вы заняли. Вот если вы, например, заняли две клетки, то на два яблока вы можете усилить свои позиции. Вы можете поставить эти два яблока, на которые вы имеете право расширить, сюда в одну. Либо вы можете поставить одно сюда, одно сюда. Это ваш ход. Соответственно, делают то же самое груши. Например, они решили себе усилить вот эту клетку. И здесь теперь стоят их трое. Когда вы сталкиваетесь, когда вы сталкиваетесь на позиции, то есть, например, вот здесь у нас появляются две груши, здесь три яблока, здесь три груши, они вместе. Фаза расширения может быть, может выглядеть в виде атаки. И так, как мы называем их, бешеные шашки, то вы нападаете, выгнав отсюда соперника с этой ячейки, соответственно, жертвуете своей. Можете еще одну выгнать отсюда. И у вас остается по одной. Но вы держите в уме то, что в следующий ход вы можете усилить только на то количество клеток, которые вы занимаете. То есть, если у вас два яблока тут осталось, то на два вы можете усилить. Давайте попробуем сейчас просто, ну, на сухой, может, механике. Поставьте в плюсе, кто первый сейчас зайдет. Кто хочет подвигать. А, хотя мы никак не подвигаем, да, точно, мы же никак не подвигаем, смысла в этом нет. Потому что надо сразу, смотрим, что мы можем делать для нашего английского, для дрилла. И смотрим на следующий фрейм, что у нас здесь. вместо яблок зелененьких у нас набор картинок с мебелью и со всякими предметами, которые могут быть в комнатах. У этих предметов как одно количество, одна кошка, так и две кошки. Один стул, два стула. armchair, sofa, posters, poster, carpet, кофе-машин, vase, vase, toothpaste, some trash. Как вы видите, есть множественное число, есть единственное число. То есть, вот эта игра может заменить вот эти вставлялки there is there, и в то же время использовать there is there как можно больше. Соответственно, наборы картинок одинаковые, что у зеленых, что и у синих. В дрилы, в гексагоны сами мы вставили название комнат. Как вы видите, они пустые. Фрейм немножко видоизменили, потому что тот цветочек, который был, там слишком очевидно становится, кто выигрывает. Здесь же очевидность не так сильно проявляется. Соответственно, чтобы был какой-то методический смысл, и дети могли говорить, да, мы же хотим, чтобы они это все говорили, то вот эти все картинки двигает учитель. Когда вы сталкиваетесь друг с другом, и вы хотите атаковать и выкинуть соперника из этой ячейки, вы говорите, что there is no cat, there are no cats, there is no carpet, there is no armchair. Нет там ничего. Соответственно, что еще нужно сказать здесь? А, и смысл играть есть на время. Имея у себя, ну, как бы, учитель перед игрой раздает какую-то тайную комнату. У каждого игрока есть своя тайная комната, которую ему нужно обставить как можно лучше. Бедрум, гараж, бейзмент. И желательно, чтобы там были адекватные соответственно предметы. За каждый адекватно поставленный предмет, туда, например, паста зубная в ванной или стиральная машина в ванной, да, ну, подсчет очков. У кого больше в концу времени, тот и соответственно выигрывает. Можно играть до конца, как вариант, просто биться тут, пока все, каждый не заполонит все собой. Ну и, конечно же, надо попробовать, потому что здесь как бы смысл в том, чтобы это все помнять на практике. Соответственно, вот у меня два плюсика, Наталья и Вика. Хорошо, Наталья, вы будете зелененькие, Вика, вы будете синенькие. Встаем, куда вы хотите, используем конструкцию there is, there are. А, надо вам расс... Первое, что мы делаем, рассылаем тайную, тайную, тайную комнату. А демонстрации нет? Можно двигать? Демонстрация моя, а я двигаю. Ага. А, я поняла. Так, вот, они получили свои тайные комнаты, которые они как бы должны обустроить. Хорошо. Наталья, your turn. Вы зелененький. There is a bike in the balcony. И вы встаете на... Давайте... There is a bike in the balcony. Давайте вы со своей стороны начнете, вот с той стороны, где вы стоите. Окей, in the garage. There is a bike in the garage. И еще один предмет тоже должен встать, должен встать в гараж. С двух начинаем. There is a numb chair in the garage. Окей, Вика, your turn. There is a cat in the garden. There are two cats in the garden. Some cats, a lot of cats in the garden. Окей, so, Наталья, you go somewhere. То есть, первая фаза расширения, вторая фаза усиления. Я должна теперь выбрать еще любой предмет? Да, нет. То, что из гаража расставить на другие? То, что из гаража расставить на другие. Все расставить надо или только... There is a numb chair in the bedroom. There is a numb chair in the bedroom. Окей. И вот теперь вы имеете право усилить свои позиции на два. Либо поставить два в bedroom, либо оставить одну в гараж, одну в bedroom. There is a TV in the bedroom. Угу. For one. And there is a... Okay, there are cats in the garage. Угу. Окей. So, this is your turn. Вик, you go. There is a cat in the living room. Угу. There is a carpet in the living room. Да, усиливаешься, да. Я сняла две клетки, теперь я могу по количеству клеток моих добавить картинки. Да, на это количество твоих клеток, которые ты занимаешь, вы занимаете две, да? Living room and garden. Усиливаем теперь... Капит зелененький не туда пошел. Надо синенький капит. Да, да, да. Ага. And there is a garbage bin. in the garden. Угу. Or some trash. Ну, тут можно еще сделать как бы сам, где множественное число, просто для красоты, чтобы сам был... Да, да. Так, теперь Наталья у нас раскидывает свои скопления, насколько она хочет. То есть у нее есть какая-то тайная комната, в которой надо все поставить в итоге. А все это сколько в тайной комнате? Сколько должно быть предметов? Ну, вот оно должно быть как можно больше. А как мы узнаем? Мы узнаем в конце игры, если мы играем на время. Но сейчас мы просто играем не на время, потому что непонятно, сколько времени нужно для того, чтобы... Да. Я пробовала вот в бумажном варианте со своим ребенком. и, в общем-то, он быстро словил, что как надо делать. И у него была тайная комната living room, и он тогда понаставил, причем хорошо, и не хотел уже оттуда уходить, но, соответственно, у него было только две клетки занятые, и, соответственно, он мог усиливаться только на две. А я могла на больше, поэтому я его быстренько оттуда выкинула. Вот. Так что теперь нас Наталья расширяется. Получается, если я хочу пойти в living room, то я должна убрать карточки оттуда? Мы же не можем, да? There is no armchair in the bedroom. Если вы хотите сходить в armchair, there is no armchair in the bedroom. И тогда, кого выкидываете из living room, there is no cat in the living room. Или свой вариант. Хорошо. Если она выбивает меня, то она тоже теряет. карточки. Да, да, конечно. Ожертвовать своей и в то же время выкидывать соперника. Ну, окей. So there is no armchair in the kids room. Я не буду вас выкидывать. There are cats in the kitchen. И теперь я должна еще на четыре. Окей, there is a sofa in the garage. если это sofa. Sofa, sofa. There is a carpet in my room. In my room you can't go there. Только те, которые стоят. Окей, in the bedroom. In the bedroom. Угу. Три-два. There is a piano in the kids room. Три. There is a mirror in the garage. пусть будет. Пусть будет. Окей. So, Вика, you go. А вот сейчас Наталья, она расширилась на две. Вот от чего это зависит? Почему она две расширилась? Она раскидала свои скопления. У нее было две на гараже, два на bedroom. Она брала одну сюда, одну сюда, просто раскидала эти скопления. То есть пока у тебя остается одна на той ячейке, она твоя. Ты можешь оставить их две там, но лучше раскидать, как вот Наталья решила побольше занять территорию. Она, может быть, и правильно в своем роде это сделала. То есть когда мы расширяемся, мы расширяться можем не только на одну. От чего зависит количество клеток, на которые мы расширяемся? Количество клеток, на которые ты расширяешься, ни от чего не зависит. Ты ходишь куда хочешь. Из гаража вот три. Ты можешь расшириться на my room, на bedroom, на kitchen, все раскидать. То есть главное, чтобы в каждой клетке минимум два было, две картинки, да? Одна твоя оставалась, и это получается твоя клетка, если ты там есть. Окей. There is a cat in the bathroom. И могу сейчас из гардена можно, да. Но я не хочу. Я тебе могу усилиться, да? Нет, да. Теперь на три только. There is a bike in the living room. There is a washing machine in the garden. There are some towels in the bathroom. Наталья. Ну и держим в голове, куда нам надо идти-то хоть, да? Где мы должны в конце остановиться в своей комнате и обставить ее. Это мы уже сейчас усиливаемся, да? Да, я не могу так делать. Нет. Сначала вот это тогда раскидать. На in my room должно быть что-то, что-то, чтобы ее усиливать. There is a bicycle in my room. And there is a sofa in the basement. А через это вот, кстати, прыгать нельзя, только соседние. Так что вот вариант как такой, если только сюда еще напасть, если вы хотите что-то занять. Либо получается one, two, three, four, на пять усиливаемся. Ну давайте. There are chairs in the kitchen. There is a chair in the kids' room. Я не совсем понимаю, что вот рядом с кошкой это microwave или что это? Это washing machine. А, washing machine. Окей. So there is a washing machine in my room. Три. There is a cat in the bedroom. Четыре. And there is a vase in the kids' room. Ого! Вика. Окей. There is a washing machine on my balcony. И все, я усиливаюсь. There is a lamp in the living room. There is a TV in the garden. Два. There is an armchair on my balcony. Три. There are some pictures in the bathroom. Четыре. Вот, Наталья. There is no vase in the kids' room and there is no bicycle in the living room. There is no piano in the kids' room and there is no lamp in the living room. But, what is there in the living room? There is a cat in the living room. И что дальше? Можно еще вот это раскидать возможность на два тоже, чтобы побольше клеток было в запасе. Окей. There is a bicycle in the basement. Вот, и тут как бы уже может быть даже очевидно, да? Хотя не очевидно тоже может быть поворот другой. Поэтому я говорю, может быть, имеет смысл играть на время, и каждый потом предъявляет или догадывается, чья тайная комната. Вика, у тебя какая была тайная комната? Garden. А у вас, Наталья? А я не дошла. У меня был вэлконе. Да, то есть у меня вообще там никаких нет вещей. Вот, но это рандомно как бы. Вот эти треугольники, шестиугольники, восьмиугольники разрезаются, и можно менять эти комнаты. Как бы одну карточку достаешь, один человек себе берет, смотрит. Ага, у меня такая. Ну, рандом, да. То есть тебе придется отсюда идти туда, да. Что ж поделать. А у другого может быть рядом, и он ее не отпустит. Вот такой вариант. У меня у нас уже... Да. Вот такой вариант. То есть есть смысл играть, когда вот эти яблоки наполнены чем-то картинками, когда вот эти восьмиугольники тоже наполнены чем-то, и ты уже двигаешь и составляешь предложения по типу чего-то. Ну, например, мы как бы тестировали еще одну игру, которая вот так выглядит. В восьмиугольниках у нас маркеры времени, а просто картинки являются теми предложениями, которые ты составляешь и ставишь их на эти картинки. Да, вдруг у кого-то сейчас вопросы есть, просто у нас по времени, по предыдущему. Да. Основному, да. Потому что такая механика новая, вдруг что-то еще хотят спросить. Коллеги, есть вопросы? Ну, у меня только вопрос по вот где еще кроме there is there are, ну, вот маркеры времени, может, еще что-то так сразу трудно сообразить. Вот еще, что я первое сделала, это были вот такие картинки, большой такой фрейм, но он оказался очень большой, в общем, надо брать поменьше, вот такой. Но здесь мы играли как бы просто с яблоками, и они ставили сами, двигали, и описывали картинки как на уровень B1. Возможно, вот в эти яблоки как раз их и надо подгрузить вот эти слова дискурсные и описывать картинки с ними тоже. Спасибо большое. Я думаю, если Таня еще сейчас побудет, может быть, у вас какие-то еще вопросы будут, и вы можете ей в личку написать. Да, Таня, ты еще здесь или убегаешь? Нет, я здесь, я хочу еще, Вики, ну, тоже посмотреть. Вопрос есть, где эта инструкция к таким играм в письменном виде. У нас участники нашего курса «Читкот к подростку», они получают хендбуки, где эти все игры описаны. Вот, и также хендбуки эти будут доступны, ну, за отдельную плату на сайте Trendy English Games. Вот, ну, для участников курса, ну, они входят в стоимость курса. Вот, про курс еще раз, да, напоминаю, вот здесь. Хорошо. Извини, пожалуйста, что приходится останавливать, да, просто. Нет, спасибо большое. Может, тоже подумайте, где это и как это можно применить. Вот, да, и можем еще дальше эту механику, ну, докручивать, да, потому что вот треугольники сейчас идеальны, но мы их крутили, да, Таня, сколько? Ну, мы, наверное, год в них играли в разном виде, чтобы они, ну, такая. И вот это, наверное, будет новая такая вот у Тани механика, которая, я так верю в нее, что она будет универсальна тоже для многих вещей. Вот, спасибо большое. Давайте наши аплодисменты Татьяне. Мы включаем камеры и аплодируем. И, да, Татьяна, спасибо, супер пишут. И я хочу передать слово следующему нашему спикеру. Это Виктория Захарова. Вика работает с младшими школьниками, с младшими детьми. Сейчас я официальное представление зачитаю. Преподает английский школьникам и дошкольникам уже 8 лет занимая. 8 лет преподаешь или вы? Получается, да, да, да. Или школьникам и дошкольникам 8-летним, да. Занимается по методике Монтессори и методике Мещеряковой, создая свои собственные игры активности, руководствуясь потребностями группы. А при этом так, чтобы было детям и ей самой не скучно. И Таня сейчас расскажет про тоже очень интересную механику, которую мы уже смотрели, пробовали и с детьми, и там со взрослыми находится хорошо. Вика, единственный первый вопрос, как вообще пришел, ну, в каком контексте пришел идея? То есть почему вот родилась необходимость вот именно вот той игры, которую ты сейчас покажешь? Ну, я работаю по степени Мещеряковой. И как раз на курсе I can speak у меня есть потребность детям, чтобы они различали, ну, так, задрилили разницу конструкции. Do you have, do you like, are you? Ну, так-то, кто по Мещеряковой работает, они знают, что дети эти все конструкции, они различают, но как бы, ну, не на автомате, не хватает просто какой-то отработки, ну, чтобы они как бы лучше ориентировались, ну, вот, как-то поинтереснее, чтобы у них-то все происходило. Вот, собственно, и, ну, вот, собственно, и захотелось как-то так поинтереснее все это сделать. Вот, ну, потом я, наверное, уже после того, как начала учиться у вас в академии, ну, как-то, я, честно говоря, не помню, как это получилось. Вот эта вот ходилка, она мне как-то в голове, вот, именно вот уже, наверное, после вас как-то так сформировалась. До этого я хотела сделать просто интервью, чтобы дети отрывало вопрос, и какой вопрос попадет, он как будто спикеру микрофон задает. Потом как-то уже попозже я это сделала видеть такой ходилки. Ну, сейчас я посмотрю. Как это выглядит? Значит, это выглядит вот так. Для игры группу мы делим на две команды. В идеале, чтобы это была группа из четырех человек, ну, максимум можно шесть человек, то есть по три человека в команде тоже норм. Но не больше, потому что иначе будет просто балаган. Значит, смотрите, если я играю офлайн, вот это поле игровое, я его ламинирую, даю детям маркеры, и они, то есть чтобы могли они рисовать дорожку на вот этом поле. Смотрите, каждая команда, она загадывает, какой она зверь. Видите, зверьки в зеркалах, поэтому, ну, потому что зеркало, потому что это они сами. То есть одна команда, какой-то один зверь, и вторая команда, какой-то один зверь. Цель, чтобы команды угадали, ну, друг друга, кто их соперник. Угадывать они будут, задавая вопросы. То есть они делают ход, сейчас я покажу. То есть у них один ход, один вопрос. Когда они наступили на клетку с сердечком, они задают вопрос, что любит зверь в другой команде, и выбирают вариант из представленных на сердечке. Вот, например, то есть, смотрите, один ход, один вопрос. То есть сделали ход, спросили там, ты любишь жить в лесу? Им ответили да или нет. То есть ответили им нет. Они зачеркивают у себя в табличке все там лишние варианты, кто не любит жить в лесу, например. Ну, это точно не петух, это там точно не поросенок. Ну, и все. И следующая команда делает ход. Наступая на клетку с чемоданчиком, они задают вопрос, что у зверька соперника есть. То есть какие части тела. Опять же, один вопрос они могут задать за один ход. Спросили, опять же, зачеркнули лишние варианты, ну и продолжают играть. Но сделать предположение они могут только дойдя до клетки с человечком, задав вопрос, are you? Вот даже если они не угадали точно, какой зверь, но они зачеркивают, опять же, лишний вариант и идут дальше. То есть даже если команда догадалась, каким звереком является соперник, они могут это спросить только на клетке с человечком. То есть раньше они спрашивали, это не могут, ну как бы им бы это не хотелось. И надо учитывать, что команды, которые, то есть дети в команде, они друг с другом советуются. То есть они не делают так, что ты рисуешь, они зачеркивают зверьков. То есть надо обознать, что вы друг другу помогаете, вы решаете, вы действительно там думаете, вот какой же это зверь по всем вопросам, которые вы задали. Вот, например, можно разделить обязанности в команде. Например, один ребенок прессует дорожку, другой ребенок зачеркивает зверьков, там третий не думает, вот за всех. Ну как-то так. Вот, и помимо грамматики, да, и в этой игре они отрабатывают. Do you have, do you like и are you? Помимо грамматики, они еще, ну, учатся просто как-то немножко стратегически мыслить. Им нужно понять, как вот так выстроить дорожку и где бы начать эту дорожку откуда, чтобы они могли и количество вопросов задать достаточно, ну, и чтобы так в любой момент дойти до человечка. Например, вот если пойдет вот так, вот так, раз, и к человечку. Или, например, можно, можно вот начать, сейчас покажу. Ну, допустим, могут сообразить, что если мы начнем вот здесь, вот здесь, вот здесь, потом мы сделаем предположение. Если не угадаем, мы потом раз-раз и еще раз сделаем предположение. То есть также они еще учатся немножко так, ну, прогнозировать свой ход. Вот, значит, вот это вот такие правила, ну, то есть мы отрабатываем грамматику do you have, do you like. Вот лексик, который я взяла сюда, она, потому что она есть в моем курсе, поэтому у меня лексика такая. У меня еще дети проходят части тела животных. Учитель может взять какую-то другую лексику, которая нужна ему. То есть, ну, я ориентировалась на своих, потому что я еще препятую по кламзе. Вот, у нас там есть эти whiskers, pose, close, поэтому набор лексики я выбрала такой. И обратите внимание, что игра рассчитана все-таки на детей, которые уже год, ну, второй год занимаются. Английским, потому что животных, они всех их уже знают, ведь они не подписаны. Вот, поэтому, ну, более-менее же дети с таким уровнем, которым просто надо уже подрилить вопрос. Вот, и, а, еще самое главное, по диагонали ходить нельзя, заходить на поле можно с любой точки, вот, и заходить на уже зачеркнутые клетки тоже нельзя. То есть, если же команда побывала на этой клетке, на нее уже нельзя заходить, и, соответственно, и перечеркивать, перешагивать тоже нельзя. Вот так вот. Собственно, если желающие, нет, нискосок нельзя. Нет, кубики не ходят, кубики, так, кубики не бросать, просто я даю им маркеры, и они просто рисуют дорожку, где угодно, по очереди. То есть, команда нарисовала дорожку, сдала вопрос, зачеркнула там лишние варианты, и все, ходит другая команда. Ходит куда угодно, только не по диагонали. И вот еще такой момент. Сейчас вопрос. Вот еще такой момент. Если, сейчас, забыла, что хотел сказать. Ладно, потом вспомню. Вот, если кто-то хочет еще сыграть, или мы не успели, наверное. Вик, ничего, мы можем немножко сейчас продлить, потому что ты позже не плачула. Да, давайте немножечко попробуем, хотя бы несколько ходов, чтобы было понятно людям. Ага. Ну, давайте. Давайте кто-то там, два первых человека, поставить плюсики. Ну, так, плюсиков нету, да? А, вон, Анна Щеглова руку подняла, да, не плюсик поставила. Анна, вы хотите попробовать, да? Да, можно. Вот, и Елена белых поставила плюсик. Да, да, если можно. Давайте тогда Анна будет слева. Вы можете через демонстрацию экрана рисовать тогда дорожки, или она будет справа? Ну, вы можете за нас рисовать, чтобы мы как-то более оперативно работали? Нет, а вы просто, вы просто сами должны решать, куда вы идете. Вот вы задаете вопрос, дай лайк, а я не знаю, на какое вы сердечко пойдете, которое вверх или которое прямо. Вот, вам же надо еще к человечку. Вот, есть документирование доступное, да. Вы можете по экрану рисовать. А, то есть я прям могу реально рисовать? Да, да, рисуйте. Да, да, да. Вы можете комментировать и рисовать. Комментировать или на путь. Рисовали себе путь, проложили дорожку, задали вопрос, зачеркнули у себя лишних, вот, ну и дальше. А, и такой момент, смотрите. Если ты первая стартовавшая команда. Я просто через телефон, может быть, какая-нибудь это. С телефона прямо по экрану просто надо вводить, да. Не получается. А я не вижу у себя функции комментировать. Вверху экрана, вот там, где вы видите, вы просматриваете экран Виктории Захаровой. Настройки просмотра, если на них нажать, у вас будет комментировать. Ага, все, я видела, спасибо. Через телефон тыкните на экран просто. Там появится карандашик. Так, можем начинать, да. Мы загадали каждое какого-то животного, пытаемся. Да, вы загадываете каждый свой зверек, сами загадывайте, только честно потом. Говорите, смотрите, вы можете прямо с человечка стартануть и наобум кого-то сказать. Типа, are you a parrot? И вдруг вы угадаете, например. Это законно выгодить. То есть стартовать можно с любого места, да? Да, только с краешки. Смотрите, и такой момент, если первая стартовавшая команда угадывает, и вторая все за ней угадывает, это ничья. То есть если вы как бы начинали потом так же друг за дружкой угадали, то игра, ну, по-честному, это ничья. Команды оба выиграли. Ну, чтобы не было обидно. Ну, давайте мы сейчас по ходу так догадываемся, наверное. Анна первая. Так, вы загадали уже, да? Yes, I'm ready. Я должна сначала сама решить, да, куда я иду? Сначала рисуйся, куда идете. Do you like climbing the trees? No, I don't. И вы у себя в зеркалах зачеркиваете лишнее. Елена, рисуйте дорожку. Анна, do you like swimming? No, I don't. Do you have a long tail? Нет, вы уже с нами не все потому что. Все, вам ответили. Вы у себя вычеркиваете лишних животных, кто не подходит под ответ. И дальше, и теперь Анна, следующее. Дальше идёт. Do you have a long tail? No, I don't. Анна, я могу вам зачеркивать, например. Анна, you don't have a long tail? Я зачеркиваю, например. Ну так, как я предполагаю. Если мы на чемодане, мы спрашиваем про что? Do you have? Do you have? Do you have? Ah, всё. Can I ask? Yeah? Yeah, yes, you're asking. Do you have viscous? Do you have viscous? No, I don't. Анна? Мне кажется, Виктор затяжкнула, наоборот, людей с коротким животных. Она достаточно длинным. Do you have a long tail? No. 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 А я зачеркивала, у кого нет длинного хвоста. Как раз. У снижа короткий хвост. Вот, я их зачеркиваю. А, так-так-так, а у неё нет. Надо же, чтобы остались. Да-да-да, наоборот. То есть мы зачеркиваем, у кого длинный хвост там. Ну да, вы сужаете поиск. You don't have long tail? I don't have long tail. I have a short tail. Давайте ещё две минутки. Do you like sleeping in the winter? No, I don't. Анна, do you like sleeping in the winter? No, I don't. Так, а что-то я опять не могу писать почему-то. А вот. Are you a parrot? No, I'm not. No. Я зачеркнула, когда сказали, что you don't have long tail. Вот, поэтому это, конечно, был не parrot. Я зачеркнула. Лена? У всех с копытами, соответственно, вычеркиваем. Ну да, 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 да. Всех с копытами, дорогая. Только это у меня, да, вычеркиваю? Это я у себя должна вычеркивать, да? Да, я вычеркиваю вас с тех, кто не Анна. То есть ваше полотно вы вычеркиваете с своей догадки. Вот, да. Как раз. Анна doesn't have hoax. У вас или у тебя нету? Ну, я не знаю. do you like swimming no i don't do you like flying no i don't no are you a butterfly yes i am ага у нас есть первая да лена ходила первая но угадала анна если вы сейчас угадываете вы тоже будь ничья а вы не сможете вы не успеете дайте на человечка ну что ж спасибо большое расскажи тогда теперь где можно там уже спрашивать можно ли сделать на джимборде где можно взять вообще темплейт игры ну в нашей библиотеке можно на тренде лип взять и у тебя можно можно в моей группе в контакте она пока такая она пока еще сырая но википатик геймс называется сейчас напишу там тоже можно скачать пока бесплатно так что скачивать и у нас на нашей в нашей библиотеке вот тренде лип наташа уже прислала да прям ссылочку на материал вики тоже можно там тоже скачать его вот ну что ж смотрите грамматика может быть очень веселой на самом деле а ссылку век можешь прям на группу ссылку на группе еще одна подождать вот ну что ж давайте аплодисменты вики включим камеры поаплодируем вот спасибо большое всем сегодня кто был с нами и узнавал как сделать изучение грамматики более интерактивным огромное спасибо тане и вики поделились новыми вещами новыми идеями по поводу интерактива на уроках с грамматикой вот напоминаем вам что 19 сентября стартует наш курс ну следующий модуль именно по тому как превращать упражнения из учебника в игры на этом модуле за три недели мы поговорим про то как превращать лексические упражнения в игры как превращать грамматические упражнения в игры а также мы поговорим как известные механики с которыми мы в принципе игровыми знакомы уже много лет как их можно модифицировать под каждое упражнение которое у нас встречается в учебнике вот ну что ж курс он у нас онлайн то есть вы проходите его в своем режиме вы получаете доступ к платформе смотрите видео высылаете домашние задания их проверяет куратор то есть вы физически ну у нас там есть некоторые один раз мы за три недели встречаемся в зуме но с теми кто может на самом деле вы изучаете все в свободное время когда у вас есть время посмотреть видео и выполнить задание так что присоединяйтесь к курсу на следующей неделе мы уже стартуем и для всех участников вот скидочка как я говорила по промо-коду 10% а септембр 15 по этой скидке можно получить по этому промо-коду получить скидку вот ну что ж спасибо всем большое за то что были сегодня с нами Вика выслала да ссылочку свою уже получилась да я в чат выслала да вот спасибо большое там Таня написала что она тоже наконец-то приняла как играть в твою игру мы достигли всем большое спасибо до свидания надеюсь увидеться с вами на курсе уже на следующей неделе да всего хорошего до свидания до свидания спасибо до свидания да Продолжение следует...